Псалом 24, Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути, Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа Его пребудет во благе, и семя Его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои, всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Призри на страдания мое и на изнеможения мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота доохраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Божий, Израиль, от всех скорбей Его. Псалом 25, Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей. И, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности моей и сердце мое. Ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборища злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои, и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. 26-й псалом. Псалом Давида. Прежде помазания. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополщится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинье своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинье жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня, не оставь меня, Боже, спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое. И надейся на Господа. 27-й псалом. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимай руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире. А в сердце у них зло. Воздаем по делам их, по зным поступкам их, по делам рук их воздаем, отдай им заслуженное имя, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песню моею. Господь, крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. При окончании праздника Кущей. Воздайте Господу, Сыны Божии! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его! Глаз Господень над водами! Бог славы возгремел! Господь над водами многими! Глаз Господа силен! Глаз Господа величествен! Глаз Господа сокрушает кедры! Господь сокрушает кедры ливанские! И заставляет их скакать, подобно тельцу! Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу! Глаз Господа высекает пламень огня! Глаз Господа потрясает пустыню! Потрясает Господь пустыню Кадес! Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса! И во храме Его все возвещает о Его славе! Господь восседал над потопом! И будет восседать Господь царем вовек! Господь даст силу народу Своему! Господь благословит народ Свой миром! Псалом 29. Псалом Давида. Песень при обновлении дома. «Превознесу тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною! Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня! Господи, Ты вывел из ада душу мою! Я оживил меня, чтобы я не сошел в могилу! Пойте Господу святые Его! Славьте память святыни Его! Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его! Вечером отворяется плач, а наутро радость! И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек! По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое! И я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа моего умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? «Услышь, Господи, и помилуй меня! Господи, будь мне помощником!» И Ты обратил с этого не мое в ликование, снял с меня в речище и припоясал меня весельем. «Да славит Тебя душа моя!» И да не умолкает, Господи, Боже мой! Буду славить Тебя вечно!» Псалом 30. Начальник ухора. Псалом Давида. Во время смятения. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек! По правде Твоей избавь меня! Преклони-ка мне ухо Твое, поспеши избавить меня! Будь мне каменной твердыней, домом прибежище, чтобы спасти меня! Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя! Ради имени Твоего води меня и управляй мною! Выведи меня из сети, которые тайно поставили мне! Ибо Ты – крепость моя! В Твою руку предаю Дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Божьей истины! Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю! Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое! Узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте! Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне! Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя! Истощилась в печали жизнь моя и лета моей в стенаниях! Изнемогла от грехов моих сила моя и кости мои иссохли! От всех врагов моих я взялся поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих! Видящие меня на улице, бегут от меня! Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый! Ибо слышу злорещие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляя и исторную душу мою! А я на Тебя, Господи, уповаю! Я говорю, Ты мой Бог! В Твоей руке, дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих! Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему! Спаси меня милостью Твоею! Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю! Несчестивые же да посрамятся, да умолкнут в ваде! Да они имеют устал живые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением! Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя перед ценами человеческими! Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков! Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе! В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих! Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к Тебе! Любите Господа все праведные Его! Господь хранит верных! И поступающим надоменно воздает с избытком! Мужайтесь! И да укрепляется сердце Ваше, все надеющиеся на Господа! Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства! Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты, покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и уделами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. «Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные! Торжествуйте, все правые сердцем!» Псалом 32-й Псалом Давида «Радуйтесь, праведные, о Господи, правым прилично словословить! Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной Псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием! Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны! Он любит правду и суд! Милости Господней полна земля! Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их! Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах! Да боится Господа вся земля! Да трепещут перед Ним все живущие во Вселенной! Ибо Он сказал и сделалось! Он повелел и явилось! Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей! Совет же Господень стоит вовек! Помышление сердца Его в род и род! Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе! С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле! Он создал сердца всех их и вникает во все дела их! Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своею! Вот! Ока Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их! Душа наша уповает на Господа! Он! Помощь наша и защита наша! О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали! «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя!» Псалом 33, Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время! Хвала Ему непрестанно в устах моих! Господом будет хвалиться душа моя!» Услышат кроткие и возвеселятся. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе!» Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. «Сей нищего звал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его!» «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их!» «Вкусите и увидите, как благ Господь!» «Блажен человек, который уповает на Него!» «Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его!» «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе!» «Придите, дети, послушайте меня!» «Страху Господню научу вас!» «Хочет ли человек жить и любит ли долгодействие, чтобы видеть благо?» «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов!» «Уклоняйся от зла и делай добро!» «Ищи мира и следуй за ним!» «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его квоплю их!» «Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них!» «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их!» «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет!» «Много скорбей у праведного!» «И от всех их избавит его Господь!» «Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится!» «Убьет грешника зло!» «И ненавидящие праведного погибнут!» «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет!» Псалом 34, Псалом Давида «Вступись, Господи, в тяжбу стяжущимися со мною, побори борющихся со мною! Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне! Обнажи меч, и прегради путь преследующий меня! Скажи душе моей, я спасение твое!» «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей!» «Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло!» «Да будут они, как прах пред лицом ветра!» «И ангел Господень, да прогоняет их!» «Да будет путь их темен и скользок!» «И ангел Господень, да преследует их!» «Ибо они без вины скрыли для меня яму!» «Сеть свою!» «Без вины выкопали ее для души моей!» «Да придет на него гибель неожиданная!» «И сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого!» «Да впадет в нее на погибель!» «А моя душа будет радоваться Господи, будет веселиться о спасении от Него!» «Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его!» «Восстали на меня свидетели неправедные!» «Чего я не знаю, о том допрашивают меня!» «Воздают меня злом за добро, сиротством душе моей!» «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недр мою!» «Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой!» «Я ходил с кормой, с понизшей головою, как бы оплакивающей мать!» «А когда я притыкался, они радовались, собирались, собирались ругать или против меня!» «Не знаю за что!» «Поносили и не переставали!» «С лицемерными насмешниками скрижетали на меня зубами своими!» «Господи, долго ли будешь смотреть на это?» «Отведи душу мою от злодейств их!» «От львов одинокую мою!» «Я прославлю тебя в собрании великом!» «Среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мной враждующие против меня неправедного, и не перемигивались глазами, ненавидящие меня безвинно!» «Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят, «Хорошо, хорошо, видел глаз наш!» «Ты видел, Господи!» «Не умолчи!» «Господи!» «Не удаляйся от меня!» «Подвигнись!» «Пробудись для суда моего, для тяжбы моей!» «Боже мой и Господи мой!» «Суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой!» «И да не торжествуют они надо мною!» «Да не говорят в сердце своем!» «Хорошо, хорошо!» «По душе нашей!» «Да не говорят!» «Мы поглотили его!» «Да постыдятся и посрамятся все радующиеся моему несчастью!» «Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною!» «Да радуются и веселятся желающие правоты моей!» «И говорят непрестанно!» «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему!» «И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день!» Псалом 35 Начальник у хора Раба Господня Давида Нечестие беззаконного говорит в сердце моем Нет страха Божия перед глазами его Ибо он льстит себе в глазах своих будто отыскивает беззаконие свое чтобы возненавидеть его Слова уст его Неправда и лукавство Не хочет он вразумиться чтобы делать добро На ложе своем замышляет беззаконие Становится на путь недобрый Не гнушается злом Господи Милость Твоя до небес Истина Твоя до облаков Правда Твоя как горы Божии И судьбы Твои бездна великая Человеков и скотов хранишь Ты, Господи Как драгоценна милость Твоя Божия Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны Насыщается оттука дома Твоего Из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их Ибо у Тебя источник жизни Во свете Твоем мы видим свет Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника да не изгонит меня Там пали делающие беззаконие не зринуты и не могут встать 36-й псалом Псалом Давида Не ревнуй злодеям Не завидуй делающим беззаконие ибо они как трава скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут Уповай на Господа и делай добро Живи на земле и храни истину Утешайся Господом и Он исполнит желание сердца Твоего Придай Господу путь Твой и уповай на Него и Он совершит и выведет как свет правду Твою и справедливость Твою как полдень Покорись Господу и надейся на Него Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему Перестань гневаться и оставь ярость Не ревнуй до того чтобы делать зло Ибо делающие зло истребятся Уповающие Жена Господа наследуют землю Еще немного и не станет нечестивого Посмотришь на его место и нет его А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижещит на него зубами своими Господь же посмевается над ним ибо видит что приходит день его Нечестивый обнажает меч и натягивает лук свой чтобы не изложить бедного и нищего чтобы пронзить идущих прямым путем меч их войдет в их же сердце и луки их сокрушаться Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых ибо мышцы нечестивых сокрушаться а праведников подкрепляет Господь Господь знает дни непорочных и достояние их пребудет вовек не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты а нечестивые погибнут и враги Господни как туг агнцев исчезнут в дыме исчезнут нечестивый берет займы и не отдает а праведник милует и дает ибо благословенные им наследуют землю а проклятые им истребятся Господом утверждают со стопы такого человека и он благоволит к пути его когда он будет падать не упадет ибо Господь поддерживает его за руку я был молод и состарился и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба он всякий день милует и взаймы дает и потомство его в благословении будет уклоняйся от зла и делай добро и будешь жить вовек ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих вовек сохраняться они а беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребится праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек уста праведника изрекает премудрость язык его произносит правду закон Бога его в сердце у него не поколеблются стопы его нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его когда он будет судим уповай на Господа и держись пути его и он вознесет тебя чтобы ты наследовал землю и когда будут истребляемы нечестивые ты увидишь видел я нечестивца грозного расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву но он прошел и вот нет его ищу его и не нахожу наблюдай за непорочным и смотри на праведного ибо будущность такого человека есть мир а беззаконники все истребятся будущность нечестивых погибнет от Господа спасения праведником он защита их во время скорби и поможет им Господь и избавит их избавит их от нечестивых и спасет их ибо они на него уповают Псалом 37 Псалом Давида в воспоминание о субботе Господи я не совсем паник весь день сетую хожу ибо чресла мои полны воспалениями и нет целого места в плоти моей я изнемог и сокрушен чрезмерно кричу от терзания сердца моего господи господи перед тобой и все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от тебя сердце мое трепещет оставила меня сила моя и свет очей моих и того нет у меня друзья мои искренне отступили от язвы моей и ближние мои стоят вдали ищущие же души мои ставят сети и желающие мне зла говорят о погибели моей замышляют всякий день козни а я как глухой не слышу и как немой который не открывает уст своих и стал я как человек который не слышит и не имеет в устах своих ответа ибо на тебя господи уповаю я ты услышишь господи боже мой и я сказал да не восторжествуют надо мною враги мои когда колеблется нога моя а они величаются надо мною я близок к падению и скорбь моя всегда предо мною беззаконие моего я сознаю сокрушаясь о грехе моем а враги мои живут и укрепляются и умножаются ненавидящие меня безвинно и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то что я следую добру не оставь меня господи боже мой не удаляйся от меня поспеши на помощь мне господи спаситель мой псалом 38 начальник ухора и дифуму псалом давида я сказал буду я наблюдать за путями моими чтобы не согрешать мне языком моим буду обуздать уста мои доколе нечестивой передо мною я был нем и безгласен и молчал даже о добром и скорбь моя подвигалась воспламенилось сердце мое во мне в мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим скажи мне господи кончину мою и число дней моих какое оно дабы я знал какой век мой вот ты дал мне дни как пяди и век мой как ничто пред тобою подлинно совершенная суета всякий человек живущий подлинно человек ходит подобно призраку напрасно он суетиться собирает и не знает кому достанется то и ныне чего ожидать мне господи надежда моя на тебя от всех беззаконий моих избавь меня не предавай меня на поругание безумному я стал нем не открывай уст моих потому что ты соделал это отклони от меня удары твои я исчезаю от поражающей руки твоей если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление то рассыплется как от моли краса его так суетен всякий человек услышь господи молитву мою и внемли воплю моему не будь безмолвен к слезам моим ибо странник я у тебя и пришлец как и все отцы мои отступи от меня чтобы я мог подкрепиться прежде нежели отойду и не будет меня псалом псалом отец и отец отец и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду. В свитке книжно написано мне, «Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». Правды твоей не скрывал я в сердце моем. Возвещал верность твою и спасение твое. Не утаивал милости твоей истины твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые. Постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их боли, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «Хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобой все, ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно. Велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты, помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальник ухора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном и нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня. Исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? Если кто приходит видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду. И он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой и против меня, замышляют на меня зло. Слово Вилиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня. И я воздам им. И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей. И поставишь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. 41 Псалом. Начальник ухора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь перед лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе с земли Орданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Твою, и ночью песни Ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую и хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобром. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую и хожу от оскорблений врага? Пошли в свет Твою и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего.